Добрый вечер. В эфире новости из Венгрии на канале М1 и ведущая Мария Лопаттон. Коротко о главных событиях дня. По мнению правительства, система электронных счетов работает успешно. Госсекретарь по налоговым вопросам заявил, что к следующему году процент неуплаты налогов должен упасть ниже 10% уровня. В правительстве считают, что электронные счета выводят экономику из тени и помогают налоговым службам найти неплательщиков НДС. Венгерская прокуратура может начать расследование по делу капитана судна, следовавшего за круизным лайнером, который подмял под себя затонувший прогулочный катер. Ему могут обвинить в неоказании помощи утопающим. Это момент, когда 29 мая круизный лайнер Викинг Сайджин подмял под себя прогулочный катер «Русалка» у моста Маргида в Будапеште. По последней оценке специалистов по судовождению, столкновение однозначно произошло по вине Викинг Сайджин. Однако это противоречит показаниям капитана лайнера. Адвокат погибшего капитана «Русалки» подал их сна украинского капитана, обвинив его в даче ложных показаний и в выдвижении ложных обвинений. Украинский капитан заявил, что «Русалка» пыталась обогнать справа Викинг Сайджин. То есть он обрисовал это так, будто бы трагедия произошла из-за маневров «Русалки», сообщил Кристиан Гуяш. Адвокат украинского капитана считает истинно обоснованным. Такая юридическая точка зрения будет провальной даже на экзамене по уголовному праву. Будучи подозреваемым, человек не может давать ложных показаний, даже в том случае, если сначала его вызвали в качество свидетеля, и только потом он стал подозреваемым. Эти понятия несовестимы, подчеркнул Габур тот. Украинского капитана в среду поместили под стражу, поскольку он подозревается не только в причинении катастрофы на воде, но и в отказе оказать помощь утопающим. Юридический представитель погибшего капитана «Русалки» также выдвинул обвинение против капитана второго круизного лайнера, следовавшего за Викинг Сайджин, из-за отказа в помощи утопающим. По последним оценкам специалистов, капитаны обоих лайнеров знали о том, что люди с прогулочного катера оказались в воде, и, несмотря на это, не дали команду их спасать. Матросы, которые пытались помочь, действовали самостоятельно. Трагедия на Дунае унесла жизнь 26 туристов из Южной Кореи и двух венгерских членов экипажа. Тело одного из пассажиров до сих пор не найдено. Венгерский альпинист Силард Шухайда до сих пор не верит, что он первый среди венгров преодолел вершину Ка-2, вторую по высоте в мире. 8 километров 611 метров он осилил без кислородных баллонов и помощи носильщиков. Родные и друзья ждали альпинистов в аэропорту имени Ференциалистов в Будапеште. Силард Шухайда и Давид Клянь поднялись на вторую самую высокую горную вершину земли Чокори. Если покорение высочайшего пика гори Эверест уже проходит в рамках массового туризма, то высшая точка горного массива Каракорум под силу только самым подготовленным и удачливым спортсменам. 8 611 метров это очень высоко. Воздух там редкий и технические трудности учащаются на верхнем этапе экспедиции. Эти две вещи делают покорение Ка-2 очень сложной задачей. Мы еще не говорим об экстремальных погодных условиях, отметил альпинист. С погодой спортсменам повезло и экспедиция продлилась всего два месяца. Вершину в итоге покорил только Силард Шухайда без кислородной маски и без помощи носильщиков. Он уже планирует свою следующую экспедицию. В Малаях есть три пика, которые обязательно нужно покорить. Самым опасным восьмитысячником считается Анна Пурна, который был покорен Давидом в 2016 году. Самый трудный из них Ка-2, которого мы сейчас достигли. Осталась только самая высокая, гора Эверест, заявил спортсмен. Члены экспедиции хотели бы стать первыми венграми, которые без кислородной маски могут подняться на самую высокую точку мира. В зоопарке города Дебритсен открылась выставка под названием «Мир минералов. Поэзия земли». На ней можно познакомиться с необычными камнями и минералами этого региона. Самые интересные экземпляры – это вивианты из медной шахты в Румынии и драгоценные камни-геолиты из венгерской тарцы. Винный фестиваль в поселке Балатон-Алмади возле озера Балатон продлится до 20 августа. На нем можно продегустировать вины не только с прибалатонских виноградников, но и из других регионов Пенгрии. Помимо гастрономических приключений, вас ждут семейные программы и выставка ремесел. И это все на сегодня. Спасибо за внимание. Смотрите нас каждый день в это же время на канале М1. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин